вот меня спрашивают как перестроить психику на высокоранговое восприятие смотрите все ролики на этом канале их уже более 50 также я всегда вам предлагаю переписываться в телеграм диалогах или на почте по любому вопросу укреплять психику это мой профиль поэтому по вашему желанию вы всегда можете написать мне в телеграм либо на почту буду рад с вами познакомиться мы все в той или иной степени имеем травмированную психику у кого-то чуть поменьше это выражено у кого-то побольше но на мой взгляд живя и воспитываясь в нынешнем обществе иметь полностью здоровую психику практически невозможно меня тут недавно упрекнули что я якобы в завуалированной форме жалуюсь на родителей но это тоже не совсем так я ни на что не жалуюсь я лишь рассказываю о том как проходит воспитательный процесс во многих семьях когда в детстве наше незащищенное критическим мышлением сознание впитывает в себя неправильные психологические установки в этом же нет нашей вины мы не способны этому сопротивляться но разгребать последствия нам все равно придется если бы нам в детстве правильно выстроили психику давали бы нам полезные знания развивали бы нас творчески во всех направлениях учили бы писать текст и рисовать водили бы нас в театры учили бы играть нас на разнообразных музыкальных инструментах обучали бы нас программированию мы же бы тогда были совсем другими людьми у нас бы сформировался вкус и интерес к жизни и интерес к творчеству но что мы видим в наших дворах детей пинающих футбольные мячи делающих это потому что так принято все так делают а когда им это очень быстро надоедает они садятся на скамейки и залипают смартфонах они не знают что делать с этой жизнью поэтому они делают то что принято и что делают все остальные на мой взгляд таким образом стирается индивидуальность будь как все говори как все играй футбол как все на мой взгляд это тупиковый путь и пустая трата времени человеку нужно найти свои предрасположенности и развиваться в этих направлениях принося пользу и себе и обществу теперь непосредственно к заявленной теме ролика что мешает человеку поверить в себя но в первую очередь это низкая самооценка на которую он соглашается которая была ложной ему навязана но он по-настоящему в нее верит первый момент нужно разотраждествить себя со своим окружением то есть они отдельно и я отдельно каждый из них это отдельно от меня человек не имеющий к моему самоощущению никакого отношения второй момент нужно перестать своей картине мира ставить других людей выше себя даже если передо мной будет конор макгрегор я не считаю его выше себя другие люди считают его выше меня и это их право в медийном плане раскрутить можно кого угодно но они от этого не становится выше вас или меня также допустим если вам 16 18 лет и вам нравятся мои ролики за что я вам благодарен это не означает что я выше вас статусом третий момент некоторые люди стесняются своей внешности и тем самым программируют свою психику на низкую самооценку внешности которую мы не выбирали но за недостатки которой мы можем испытывать чувство вины перед другими людьми вообще чувство вины это самое разрушительное чувство в психике человека от вины часто наблюдаются всякие тяжелые болезни четвертый момент страх конфронтации не нужно бояться конфликта но и не нужно его провоцировать а если уже вас кто-то задирает и провоцирует значит вы бессознательно дали на это разрешение значит что-то предшествовало ведь как правило человека который сразу же дает отпор больше не трогают нету нашей вины в том что мы проиграли борьбу за доминирование однажды наша вина лишь в том что мы соглашаемся с ее результатами поэтому нужно просто перестать соглашаться на поражение и постоянно везде и во всем вступать в борьбу на этом пожалуй все друзья благодарю вас за внимание до встречи